21-й запасной. Первая пятерка петербургской команды выглядит так. 98-й Владислав Романов, 88-й Даниил Лазутин, 11-й Иван Демидов. Защитники Алексей Егоров, 21-й номер, и 73-й номер Артем Вильчинский. Алексей Семенович Синяткин, капитан команды. Ну, до этого мы еще дойдем. Так, вот это первые-первые секунды матча. Вчера, ровно сутки назад, состоялась игра. Тяжелейшую победу. Артаг в серии пока 1-0. Всех приветствую в чате. Вход в ледовый открыт, действительно. Вот первая шайба. Долго не играл. Давайте посмотрим. Вот эта передача, бросок. Еще вот с этой камеры, более крупной. Владимир Демидов передачу делал. Ну, в девятку направлял шайбу Даниил Лазутин. Очень не хватало его. Ремезовский. Так, ну, пока выходят именно три пары. Три пары защитников, значит, пара не меняется. То есть, пока Шипенков, седьмой защитник команды СК-1946, не выходил. Итак, 1-0. 1-0. Вы знаете, похожий сценарий. Вчера на второй минуте, на второй минуте, в конце второй минуты, Владислав Романов счет открыл, потом пришлось долго ждать. В 51-й минуте Матвей Поляков забросил победную шайбу. Так, Максим, я вас тоже приветствую. По поводу навсегда. Так, смотрим. Есть шайба, есть шайба. Есть шайба. Есть шайба. Вот бросок. Видите, там, не сразу, да, но он Нугманов бросал. Да, Нугманов, но все-таки короткий, последний коснулся шайбы. Вот, шайба попала в состояние, конечно, уже не надо делать, безусловно. Нугманову все равно записывают в ПЦ свои домашние матчи. Также планировалось, что и Нева проведет все свои домашние матчи в Ледовом дворце, но Нева не прошла АКМ из Тулы. Вот, а что будет на следующий год? Ну, ребята, тут трудно сказать. Пока решение не принято. Вот, тоже не делаю никогда прогнозы, кто победит. Так, еще раз. Вот, и еще шайба. Слушайте, по-моему, будет замена вратаря. Вот, Павел Канаев, а шайбу забросил Иван Демидов. Да, замена вратаря будет. Корзин пошел брать свою клюшку. Канаев его увидел, и сейчас он поедет на скамейку запасных. Ну, а мы давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот, атака. Демидов бросок из-под защитника, и Канаев не смог. Не смог отразить эту шайбу. Слушайте, я вам скажу, Канаев проводил вот эту пятую... ...молодежной хоккейной лиге. И это немножко другая история. Так, это Романов. Так, это как раз... А, Спартаковский сектор, вот. Я по возможности режиссера попрошу, а точнее нашего оператора показать. Они на самом верху. Верхний ярус закрыт для простых болельщиков, но для фанатского сектора Спартака... ...смотрел на арбитров, смотрел на тренерский штаб Спартака. И я не заметил, когда они обратно вернули Канаева. Ну, вот теперь-то я думаю, точно уже. Все, Корзин будет играть. Тогда я в очередной раз могу сказать, что у Канаева это был пятый матч, и сейчас это первый матч у Егора Корзина. Две минуты ровно остается играть. Так, ну вот выбрасывается шайба, и совершенно спокойно перчаткой ее останавливает Гаврилов. Но 46-е в атаке. Возвращает шайбу в чужую зону. Это был Лазутин, да, Данил Лазутин. Я напомню, кто не в курсе, вот одна восьмая и четвертьфинал проходят до трех побед. До трех. И красивый сейф. Высполнялась драка. Иван Демидов. Так, а что так не понравилось-то сейчас московскому Спартаку, игрокам точнее? Так, вот сейчас будут смотреть на предмет наложения штрафа достижения. Ну, давайте смотреть. Так, вот тут толк. Что дальше? И вот пошла стычка, да. Ну, вот Демидов. Да, в полных составах там за... Вот Демидов выходит. Чуть-чуть упустил шайбу в сторону. И в результате не получилось момент вот этот реализовать. Лазутин, да. Сначала не заметил шайбу, потом красиво сыграл. Демидов. Ну, не прошла передача на Лазутина от Романова. Конечно, у них здорово. Сыгранность очень хорошая. Вот у этой тройки. Они вместе играют. Ну, вот не соврать бы вам, но чуть ли не с декабря. Как-то вот их объединили в состав тренера. Вот именно в тройку. И вот так они вместе и играют. Самое интересное, что... Вот она шайба. Писал шайбу. 5-0. Скрасит. Ну, смотрите, какая ситуация, да. В чате. Вот там и врач команды. Так, Спартак выиграл в брасывании. Это Храпок Федор. Не торопятся спартаковцы. Ну, а вот передача и получилась шайба у Ремезовского. Егоров. Вы знаете, все-таки нет, пары-то изменились. Вот в первом периоде выходил Ремезовский и Корнилов. Два молодых защитника. Ну, вот видите, так на усиление Ремезовскому переведен в эту пару Алексей Егоров. Все-таки следовало. Романов. Успевает. Надо же, не допекю. Напередил защитнику. Ну, и бросок. Да, ну, от клюшки спартаковского защитника. Шайба перелетает в ворота. Ух, какая борьба там на пятаке идет. Лазутин с разворота делал передачу. Да, и вот как раз Трофимчук с шайбой. Передача. Ну, Трофимчука там прикрывались. Корнилов, по-моему, да. Еще бросок рядом с девяткой сверхней. Это Эмиль Сальников был. Так, 96 лайков. Ну, понятно, что маловато. Ну, ладно. Ладно. Все-таки 6 шайб заброшенных. Атакующий хоккей. Ну, вам виднее. Вам виднее, говорят, таких случаев. Романов хотел забросить шайбу в чужую. Когда и за что увольняли тренеров в авангарде? А потом Суманина уволили. Поставили Игоря Никитина. В общем, там такие красавцы были, конечно. Флеминг такой, канадец был тренером. И уволили вообще в перерыве между вторым и третьим периодом. Ну, вот, Хартли не уволили. В 21-м году команда проиграла не 0-7, а 1-7 в Магнитогорску. И вот, Хартли оставили. Но там, видимо, такая неустойка. Такую неустойку вынуждены были бы выплатить. Ну, и, кстати, правильно, что не уволили, потому что в том же году авангард впервые в своей истории кубок Харламова. Я пытаюсь ответить, что там не было такого расстояния между бортом и игроком. Вот на что смотрят арбитры. Если игрок всем касается борта, там силовой прием, но это не считается толчком соперника на борт. Ну, так, это я на пальцах, как говорится, объясняю. Сураев. Так, вот попытка войти в зону. У Каббат это получилось. Перевод на другой фланг. Егоров. Сураев. Девидов. И в одно касание хотели разыграть. Синяткин готов был бросить. Но там здорово защитник Спартака. Его не было. Еще как было. Еще как было у Третьяка. Вроде бы один из лучших вратарей 20 века. Вратарь сборной Советского Союза. Бессменный. Девять. Представляете, вот такие счета, в которых в воротах играл Владислав Третьяк. Вот так вот. Я помню такие вещи. Так, ну что вы, красиво играет. Кака? Это Демидов. Это Демидов. Но передача не точная оказалась. Полторы минуты даже меньше. Остается играть. Спартак в атаке. Демидов. Нет, подхватывает шайбу. Защитник Спартаковцев. Да, это как раз Максим Наумов. Ну и вот так выбрасывает Вильчинский. Черестя. В щатик. Интересно. Может быть такая жара будет, что лед растает в леду. Ну, граф промахнулся. Хотел отобрать шайбу. Бросок сходу. Очень неприятный был бросок для вратаря. Спартак продолжает атаковать. Демидов. Варежкин. Нет, помните, он там травму получил в первом периоде. Нет, все в порядке, вышел. Вот сейчас неприятный рикошет был. От конца не смогу ответить на ваши вопросы. Интересный силовой прием был. Такой довольно-таки жесткий. В центре площадки. Ну, все. У нас второй период немножко такой жестковатый получился. Несколько повреждений получили хоккеисты той и другой команды. Там и врачи несколько раз выбегали на площадку, выбегали на лед. Ну, слава богу, все обошлось. По крайней мере, я потерь не вижу. Ни в той, ни в другой команде. Никто в раздевалку не ушел. Дай бог. Ух, ух, Демидов. Ну, это вот его техника, да? Неуловимые движения. Тут же передача, бросок по воротам. Еще это уже Демидов сам бросает. Сначала он сделал передачу на Романова. Тот проехал за ворота, сделал ответную передачу Ивану. Так, вот теперь не смог прием. Неудачный получился у Романова, поэтому и бросок не вышел. Так, вот, бросок. На месте, на месте Герасимюк. Романов. Так, тут опять силовое единоборство. Судья смотрит. Очень жесткий у нас сегодня хоккей. Не останавливает встречу судья. Ну, потому что атака была у петербургской команды. И вот у нас стычка. Так, к сожалению, много повреждений в сегодняшнем матче. Так, вот и драка началась. Так, ну тут арбитры должны вступить. А арбитры разнимают другую пару. Главные-то ведь не имеют права вмешиваться в конфликт. Только лайнсмены. Да, вот у нас тут пошло. И Бельщинскому даст. Три пары, три пары. Демидов. Конечно, тут арбитром-то не разорваться никак. Вот одного отправили, Вельщинскому лайнсмена отправил. Но там продолжается кулачный поединок. Надо же. Вот так вам. Романов. Там рассечение есть. Да, эмоции, как говорится, через край бьют. Сталкивается пара, да, начинает биться. Лайнсмены поддерживают. Так. Рыбинок. Рыбинок. Яриков. Вот какая у нас тут драка, да? Не забудь. Быто детям. Рыбинок.